В этом видео разберем вместе с тобой 5 ключевых причин, почему твой оборот может упасть. Разберем на примере моих учеников и моего собственного магазина. Узнаем, как не допустить падения оборота и чистой прибыли. Какие нюансы существуют. Рассмотрим это на примере как классических тем, так и зайдем в такие нюансы, о которых ты мог и не догадываться. Меня зовут Ромерайт, на этом канале я рассказываю про маркетплейсы. Поехали! Первая причина касается большого количества селлеров. Эта причина довольно-таки проста. Дефицит товаров. Понимаешь, товарный бизнес это такая штука, в которой в идеале тебе нужно так планировать поставки, чтобы этого дефицита никогда не было. Но тут тоже существует много нюансов. Ну допустим, чтобы не было дефицита, мы с тобой можем закупить товар не по 100 штук на месяц вперед, а 1000 сразу. Мы так раньше, например, делали пару лет назад. Насколько это сейчас может тебе помочь? Ну, вероятнее всего это наоборот сделает твои продажи хуже, по очень простой причине. Конкуренция среди селлеров, которые понимают, что делают, возрастают. И если твой товар будет хорошим, вероятность, что туда понабежит, понаедут различных селлеров, она достаточно большая, и ты рискуешь гораздо большими деньгами. Это, например, почему мы делаем вполне себе осознанный дефицит, но про это я расскажу тебе чуть дальше в видео. Дальше у нас есть вариант покупать, допустим, товары каждую неделю. Ну, мы так делаем почти всегда. Но есть одно «но». Когда ты выбираешь эту стратегию, то тогда у тебя должен быть чуть крупнее магазин, чем на закуп в 100 тысяч рублей в месяц. То есть большинство новичков это касается в меньшей степени. Но если ты посмотришь, сколько денег ты теряешь, то обычно ты узнаешь очень очевидные цифры. Вот, допустим, я закрываю один свой магазин, чтобы открыть другой. И здесь мы увидим следующее. То, что до этого у меня оборот был какой-то космический, потому что там у меня даже, видишь, не дотягивается. Сейчас мы, конечно же, просто распределяем остатки. И сам Азон нам пишет то, что упущено на такие-то деньги. На самом деле упущено даже на больше. И если мы зайдем сюда, то единственное, что мой совет тебе, смотри по товарам, это все. Мы видим то, что где-то упущены продажи 73 тысячи, где-то 29 и так далее. То есть по факту эти бы продажи могли бы случиться. То есть какую-то чистую прибыль я бы мог заработать. Все, что мне нужно было, это чуть больше товаров на своих складах. И это важно в том числе для оборачиваемости денег. Потому что когда я вначале у меня товары закончились, потом я снова в них деньги вложил, я на месяц замораживаю, считай, деньги. Потому что, смотри, я закупил, месяц прождал, пока товар доедет, месяц его продаю. Потом я могу либо закупить за месяц до и начать продавать сразу, и оборачивать капитал сразу. Либо же я могу сделать так, что я еще раз заказываю, еще месяц едет, еще больше рискую и так далее. Конечно же, всегда побеждает вариант, когда у тебя товары есть сразу. Но я вот до сих пор закупаю иначе. Вначале товары продаю почти полностью, а потом заказываю снова. Почему так происходит? У меня публичный магазин. Даже сейчас, когда я показывал, вы могли найти его название. И это ни для кого не секрет, у нас основной бизнес другой. У нас основной бизнес от консалтинга, это агентства, это фулфилмент и так далее. То есть любые услуги, которые доступны для селлеров. И магазины на Озон мы все время использовали как пространство для экспериментов. Хотя вначале еще это был достаточно серьезный для нас бизнес по тем временам. Первая причина, почему я так делаю, конечно же, это вы. Без каких-либо наездов. Но каждый раз, когда я показываю магазины, риски этой категории увеличиваются. И, конечно же, мне просто невыгодно покупать это постоянно, потому что рано или поздно те самые тысячные остатки на складах, которые выглядят у меня вот так на складе, это в один момент увеличилась конкуренция. И я не смог продать какое-то количество товаров. Это из молодости. Из тех времен, когда у меня, допустим, чехлов на айфон до сих пор на складе лежит 4000 единиц. Вот чтобы такого не было, мы перестали закупать товары наперед. Даже небольшими партиями. Хотя я знаю историю от ребят с обучением, что они до сих пор так делают, и все нормально. Видимо, когда ты не публичный магазин, это продолжает работать. Но если у тебя ограниченный бюджет, например, то я бы тоже не думал о том, что у тебя оборот упадет, потому что оборот не такая важная часть. Когда у тебя 100-200 тысяч рублей на старт, и они единственные, важно чуть меньше рискнуть. Чуть меньше рисковать, это закупать партию впритык. То есть, обычно, как мы на обучении рекомендуем, если вдруг ты начинаешь на 100 тысяч рублей, заказывая минимальные партии каждого товара. Да, у тебя будут какие-то товары, алмазы, и они будут успешно продаваться, но даже если из тысячи товаров у тебя в один будет вложено в 300 единиц, 30 штук, 30% товара это будет один, и если с ним что-то пойдет не так, это серьезная потеря твоих денег. Поэтому это, конечно, ошибка, по которой падает оборот, но все время думаю логически, потому что на любую ошибку найдется еще и причина, почему так произошло. Следующая причина очевидного падения оборота, а еще это причина, почему тебе стоит уйти из этой категории, это рост конкуренции. Вот бывает такое, что ты нашел какой-то товар, например, в моем случае это была вот такая защитная накладка на Xiaomi, и я знал, что с ней будет, потому что я активно показывал ее на ютубе, на этом самом ютубе, и, соответственно, когда я начал ее продавать, у меня было всего лишь два конкурента. Если же мы посмотрим с тобой сейчас мои позиции, то я-то остался на первых местах, но конкуренции, мягко сказано, появилось огромное количество. И, конечно же, сейчас я не смогу продавать так, как продавал раньше, хотя видим то, что, в принципе, товар продается еще до сих пор неплохо. Но пройдет какое-то время, начнут демпинговать, и все, и как бы у меня все возможности иссякут. При этом конкуренция это самый противный этап, потому что, если мы будем говорить про конкуренцию, то там есть одно небольшое но. Это то, что, когда ты закупаешь товар, конкурента может быть действительно два, а по итогу, пока товар до тебя доедет, может быть вот так, как со мной. Например, их может быть с десяток. И это не очень хорошо. У нас на обучении у ребят периодически бывает такое. Поэтому для того, чтобы из-за этого наш оборот не падал, из-за того, чтобы мы не замораживали наши деньги, опять же, вспоминая прошлую стратегию, мы, во-первых, не закупаем много товаров, во-вторых, насколько бы закуп не было, насколько бы товаров, мы придерживаемся правила не закупать маленькое количество SQI, то есть маленькое количество артикулов. Нам важно, чтобы даже если у нас бюджет на старт всего 100 тысяч рублей, из этих 100 тысяч рублей у нас было хотя бы 8-10 товаров, потому что, ну, это такая же диверсификация, дифференцирование, как хочешь называй это, когда мы не кладем все свои яйца в одну корзину. Никто не покупает криптовалюту на одни деньги, никто не покупает акции одной компании и так далее. То есть это история про разделение рисков. Ведь если от тебя зависит немного, а объективно ты можешь подобрать хороший товар, и пока он доедет, он может быть плохим, то тогда, чтобы не делать ставки на то, что ты точно будешь уверен в этом, например, мне гораздо проще. Я-то знаю, какие товары вы покупаете. У нас на обучении полторы тысячи людей, у которых домашки проверяю я. Я почти всегда знаю, какая категория вот скоро убьется от того, что куча людей зашла. И это, кстати, большой инсайт, который мы даем на обучении. Так вот, для того, чтобы у вас не было таких рисков, просто закупайте сразу 8, 10, 12 товаров и больше. Чем больше товаров у вас будет, тем меньше риски вас ждут. Но каждый из вас может спросить, подожди, ну это же больше для меня работа, это же больше создание инфографики и так далее. Я хочу напомнить, что вся моя инфографика выглядит вот так. Это просто товар на белом фоне, и синий текст, заголовок, все, больше ничего мы не используем. Мы не делаем сложное SEO, мы вообще мало чего делаем по карточке. Мы просто заранее подбираем хорошие товары и стараемся сделать так, чтобы у них было настроено хорошее продвижение благодаря нашему сервису по аналитике рекламы, который к столу доступен и вам. Это Miracell, в котором мы делаем вот такие отчеты, в котором мы отслеживаем наш ДРР и благодаря этому меняем ставки. Про то, как мы это делаем, я рассказывал вот в этом видео на канале Miracell. Обязательно посмотри, подпишись на канал, там тоже я рассказываю какие-то вещи более подробно. А дополнительно, ты можешь попробовать самостоятельно сделать эту аналитику по ссылке в описании, там ты можешь воспользоваться правдным доступом. Так вот, основное, что я хочу здесь сказать, что нету ничего страшного торговать вместо двух товаров, десятью, двадцатью. Вот эти вот истории, блогерские, неблогерские, о том, что сделала миллион на одном товаре и так далее, все это полный бред. И любой селер вам скажет, что продавать один товар это небезопасно. По итогу, у вас задержали поставку, китайцы прислали брак. На Озон поставка потерялась, такое бывает на Озон, партия бракованная оказалась и так далее. Ну, то есть, столько есть нюансов, а вы такие, окей, да я хочу один товар продавать, это проще. Ну, не работает так бизнес. Если бы все было так просто, если бы можно было, не знаю, какие мели лежать на печи и в итоге как-то продавать, и в итоге как-то зарабатывать, все бы так делали. Но, к сожалению, такая же работа, как и везде. И если вы хотите, чтобы ваш оборот не упал, то тогда, пожалуйста, не продавайте по несколько товаров и закупайте сразу большое количество разных товаров. Поверьте, это в дальнейшем сэкономит вам деньги. Каждый день помогаем увеличивать ваш доход на маркетплейсах. Подбираем товары для успешных продаж. Создаем инфографику, SEO-оптимизацию, видео и рич-контент. Упаковываем и доставляем на склады в среднем за 23 рубля за штуку. Юлип. Это агентство, фулфилмент и обучение. Ссылка в описании. И еще одна причина, по которой многие упускают продажи на свои карточки, это низкий рейтинг. Иногда думаешь, даже когда подбираешь товар, ну, закуплю товар с рейтингом 4 балла, будет нормально продаваться. Я думаю, что ты даже у меня видел в магазине товары, на которых 3,6 балла, а они продаются на 50, на 100 тысяч рублей в месяц, потому что такая, в принципе, категория, и у нас неплохо настроена продвижение и карточка. Но основное, что тебе нужно понимать, что чем ниже твой рейтинг по сравнению со средним рейтингом конкурентов, тем ниже у тебя продажи. Поэтому, когда у тебя есть возможность выправить это самовыкупами, тогда у тебя есть преимущество. Но тут тоже важно понимать, что если товар объективно плохой, то никакие самовыкупы не помогут. И ты просто потратишь всю чистую прибыль на них. Поэтому поступай иначе. Закупай изначально те товары, с которыми не будет проблем. Это не всегда получается. Я, как никто другой, это знаю, но все время хочется сделать именно так. Потому что еще, когда падает рейтинг, очень часто, вот у меня в магазине 2, 2 менеджера, и очень часто даже они не замечают этого сразу. То есть, как это обычно у нас выглядит? А что у нас продажи упали? Хм, странно. А потом заходишь в карточку, когда разбором делаешь, и узнаешь, что оказывается продаж-то там нету, потому что рейтинг был 4,5 балла, а стал 4 или стал 3,5. И по итогу, ну как бы логично, почему этих продаж нет. Поэтому обязательно следите, в том числе и за рейтингом у своих товаров. Перед тем, как я расскажу об последнем пункте, хочу рассказать еще о том, что у меня есть вообще-то бесплатный интенсив, в котором я уже рассказал это максимально подробно, в нескольких уроках, про то, как сейчас торговать на зон. Мы там с тобой и товары просчитаем, юнит-экономику, поймешь, как она работает, поймешь, какая стратегия используется нашим магазином прямо сейчас, как мы продаем свои товары. Все максимально подробно, ссылка в описании на телеграм-бота, там переходишь, смотришь, получаешь таблицу в подарок, упрощенный по юнит-экономике, и получаешь мою личную стратегию того, как я торгую на зон. А если хочешь начать все и сразу вместе с нашей командой, то переходи по ссылке в описании на сайт обучения, на сайт большого курса, и регистрируйся на него. Там будет несколько вариантов по тарифам, и подробная программа описана на сайте. Все, что хочу сказать, это то, что будет более 100 уроков, никакой мотивации, только практические навыки, и поверь, обучив полторы тысячи людей, я точно знаю то, что нужно для того, чтобы стартовать успешный озон. Вот, допустим, да, сейчас мы запускали новый магазин, и вот оборот на текущий момент. 50 тысяч рублей в идеале, почти с первого дня продаж, и такое тоже бывает, если все сделать правильно. Поэтому продавай с ума, приходи к нам на обучение, по ссылке в описании, платная, бесплатная, абсолютно не важно, поехали к последнему пункту. А последний пункт, это как раз таки продвижение. Многие почему-то ошибочно думают, и про меня тоже. Когда я показываю вам рекламные отчеты, где у меня может на трафарет уйти 15 рублей, 162, 138, то что я использую исключительно минимальные ставки. Но вот конкретно сейчас в магазине в этом так и стоит, потому что мы его закрываем. Но вообще-то в моем магазине бывают ставки и 20, и 25, и 30 рублей, при этом средний ДРР моего магазина отличный, и мы всегда почти укладываемся в юнит-экономику. Так в чем основной секрет, почему у нас-то выходит, и почему все думают всегда, что только на минимальных ставках можно продавать в плюс. А все дело в том, что, как правило, реклама у нас воспринимает следующим образом. Ее нужно запустить, оставить из-за того, что ты за ней не следишь. Тебе и кажется, что чем меньше ставка, тем лучше будут твои продажи. Но чем меньше ставка, как правило, тем больше это значит, то что с твоими продажами, с твоей позицией в поиске могут возникнуть проблемы. Не всегда, точнее даже почти никогда это не работает так, что чем выше ставка, тем выше позиция, чем ниже ставка, тем позиция ниже. Но особенно на старте очень важно нормально влепить денег в рекламу, для того, чтобы потом товар уже был в топе, и уже дальше можно понижать. Это если очень грубо. Вообще у меня в том же курсе по озон часа 3-4, если я не ошибаюсь, уроки про то, как мы лично продвигаем товары, про наши стратегии, которыми все и пользуются. Мне кажется, пол-озона ими пользуются. Но здесь именно мы говорим о другом. Мы говорим о том, что если ты потом решишь использовать минимальные ставки, ты должен быть готов к тому, что твой оборот будет падать. Твоя позиция в поиске упадет, и оборот уменьшится по сравнению с конкурентами иногда в 2, иногда в 3 раза. А иногда упадешь на 1, и все по новой нужно будет делать. Поэтому, когда ты продвигаешь свои товары, очень важно смотреть отчет, тот же самый Miracell. На самом деле мы здесь рекламируем Miracell, но это может все что угодно быть. Можешь хоть руками это высчитывать, там на том же обучении мы объясняем как. И здесь всегда есть очень простая взаимосвязь. Во-первых, продвижение в поиске и трафарет, с чего идет больше продаж. Во-вторых, есть ли среднесуточные продажи за день? Вот почему Miracell полезен, как раз таки, потому что он показывает все это в едином месте. И дальше давайте зайдем в мой новый магазин, в котором, ну, похуже ситуация. Здесь 20% FDRR, здесь есть товары, которые все плохо. И дальше уже я начинаю анализировать, там, где мне нужно ставки спустить. Например, вот здесь я понимаю, что я явно перекрутил на рекламу, и продвижение в поиске еще не работает, поэтому мне придется спускать ставку. Но из-за того, что у меня было настолько много расхода, я бы еще пересмотрел, а точно ли я продаю за нормальные деньги этот товар. Точно ли у меня с ним все окей. И если я буду листать дальше, то, опять же, я просто начинаю смотреть. И самое важное, что нужно понимать, то, что еще помимо опускания ставок, бывает такое, что не важно, какая у тебя ставка. Вот у меня есть товары, на которых не было ни одной продажи. Но при этом деньги на них потрачены. И деньги на них потрачены серьезно. Если я сейчас уберу эти расходы из моего списка, то есть у меня расход будет не 7500 на трафарет, а 6000 за день, то мой DRR улучшится на 2,5, если я не ошибаюсь, процент. А это уже много, это уже большая сумма. И как бы я их не сэкономил, потому что мне сейчас явно надо перейти на эти товары, на которых такой расход на рекламу. И, соответственно, помимо того, что понизить, возможно, ставки и так далее, это нужно не везде. Мне нужно уменьшить ценник, мне нужно посмотреть, что с конкуренцией, почему так происходит, что мы как бы нормально должны товары продавать, а они вот настолько плохо с ними все. И как бы вот в этом и будет ответ. Недостаточно просто понизить ставку, чтобы у вас была хорошая реклама. Важно делать взаимосвязь, аналитики конкурентов, ваши ретроспективы и тестирование тех же АБ-тестов, которые вы делаете с тем, чтобы там сделать выкупы, чтобы у вас реклама, возможно, чуть не так работала и так далее. И только сделав это, реклама, наконец-то, начнет работать. И подробно об этом я рассказываю в своем Телеграм-канале. Все ссылки будут в описании. Интенсив бесплатный, Телеграм, Миросел, все-все-все. Половина из того, что мы в этом выпуске рекламировали бесплатно, поэтому тебе это ничего не стоит. И поверь, каждый из инструментов, которые я показывал, может тебе помочь. Последнее видео доступно здесь. Пока!